Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Как не повторять одни и те же грехи? И самонамерение проявить последовательность в борьбе с грехами отражает душу добрую и настроенную победоносно. Но свойство греха таково, что не быстро избавляется душа от их владычества над собой. И приняв святое крещение, родившись водой и духом для Царства Небесного, человек находится в некой инерции того греха, который вошел в человеческую природу вместе с грехопадением Праутса, Адама, вместе с нарушением первозданными людьми заповеди Божьей. Произошло повреждение человеческой природы, и всякий вновь рождающийся человек, с одним исключением — это непорочное зачатие и нетленное рождение при чистой Деве Марии Христа Спасителя, всякий человек зачатый и рожденный от отца и матери, происшедший, даже если они сами уже крещенные, уже приобщенные вечной жизнью в Господе. Но, происходя от телесного естества, папа и мама, ребенок оказывается также причастным и тому повреждению человеческой природы, с которым мы с помощью Божьей боремся для того, чтобы восстановить нашу связь с Господом, для того, чтобы вернуть себе возможность принадлежать в вечности Небесному Царству. И грех, в основе которого лежит самость человеческая, как говорил преподобный старец Амбросий Оптинский, «Гордыня, не дыня, быстро не съешь». Борьба с грехом требует действительного труда, подвига. Именно о нем сказано Господом. Кто хочет сберечь свою душу, тот погубит ее. А вот кто не будет к себе жалостлив, кто душу свою отринет, пренебрежет своими интересами ради креста Христова, ради Господа, ради Спасителя своего, тот обретет душу свою. И это путь, который надлежит совершать всю жизнь человеческую. Не бывает такого единоразового сокрушения, твердыни, греха в человеческом сердце. Бывают удивительно последовательные люди. Например, преподобный Силуан Афонский, исповедав своему духовнику нечистые помыслы, получил от духовника совет и благословение. Никогда их больше не принимай. И как дитя, в простоте восприняв наставление любящего родителя, он сказал, с тех пор я не принимал никогда нечистые помыслы. Многие из нас хотели бы такой простоты и от себя, но, к сожалению, это не дается легко. И чаще всего много препирательств по происхождению все того же непослушания, самонадеянности, самоцена, сластолюбия, которые тащатся вместе с человеком по его жизни, вместе с которыми он вынужден преодолевать путь жизни своей. То и дело вновь и вновь повергают его в так называемые будничные грехи. И раздражение, и осуждение. Здесь надлежит нам с вами разделить грехи, к которым христианин решительно не должен возвращаться, вступив на путь покаяния, родившись во Христе. Он уже по определению апостольскому не должен тяжкими грехами второе распинать в себе Сына Божьего. То есть те тяжкие грехи, которые святителем Игнатием именуются смертными, а святитель Феофана расширяет список смертных грехов до всякого греха нераскаянного, ибо всякий грех к смерти ведет человеческая, поскольку является причиной отчуждения от источника вечной жизни, от самого Бога. Так вот, грехи тяжкие, которые недопустимы для христианина, об этом же говорит и Иоанн Богослов, есть грехи к смерти, о том бесполезно и молиться, говорит Иоанн Богослов. Видимо, это те грехи, которые сами по себе достаточно тяжкие, блуд, человекоубийство, татьба и прочие греховные дела века сего. Но есть грехи не к смерти, то есть оставляющие человека в единстве с Церковью. Вот о тех, как о своих братьях страждущих молитесь, говорит Иоанн Богослов. Так вот, получается, что существует некоторое различие в тяжести грехов. Так что, если одни и те же грехи, о которых вы говорите, относятся к, если можно их назвать, будничным, которые отражают нашу поврежденную природу, однако не препятствуют нашему единству с Церковью, то надлежит тут набираться терпения и вновь и вновь называть на исповеди не сами страсти, которые продолжают свою жизнь в нашей душе, но факты их проявления. Тогда вам не покажется, что вы исповедуете всегда в одном и том же, ибо исповеданный грех — это наименование самого факта проявления страсти, а не название самой страсти, которые у всех у нас достаточно общие, и их действительно не так уж много можно. Их перечесть по пальцам, ну, хотя бы, скажем, двух рук. Но если вы имеете навык, готовясь к исповеди, сформулировать кратко, без, может быть, излишних подробностей, сами обстоятельства согрешения, тогда и для совести будет чувствительней, и сам факт раскаяния будет очевиден и для священника, и для вас самих, потому что разрешительная молитва будет разрешать вас не просто от страсти вам присущей, раздражительности, гнева, сребролюбия или еще какой, а конкретного ее проявления. А вот те грехи, которые ведут к смерти духовной, то есть, кроме их нераскаянности, являются еще и тяжкими, по-настоящему повреждающими человеческое естество, христианскую душу и тело, ну, например, как грехи блудные, они нуждаются, конечно же, в совершенном отсечении от жизни христианина, как и говорит апостол Павел, блуджи, нечистота, татьба и всякие некоторые другие грехи, тяжкие, да и не именуются в вас. То есть, о них нужно и забыть, даже названия их не вспоминать, для того, чтобы не приводить вместе с воспоминаниями названий и сами образы совершения грехов. Так что, помня о многом недопустимом для христианина, для чего нам об этом нужно помнить, для того, чтобы тем большим страхом Божьим преодолевать искушения, которые пока человек в пути жизненном, то и дело встречаются на его пути. Ну, а в отношении грехов обыденных будем, не опуская рук, усердно трудиться, принося Богу покаяние в них, с тем, чтобы постепенно возникло в нас, выросло удивительное чувство неприязни к прежде свойственным нам греховным расположениям. И это происходит постепенно, иногда незаметно для самого человека, и вот, хоть он и сознает, сознает за собой еще уязвимость от тех или других грехов, но, тем не менее, все больше возрастает в нем, к ним неприязнь, а это уже начало святости.